Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарии. Суд столичного сектора Чеканы выдал мандат на 30-дневный арест Вячеслава Платона по делу о рейдерской атаке на Молдова Аграйнбанк. Бизнесмен, покинувший Молдову летом этого года, не явился на допрос в прокуратуру. Учитывая игнорирование повестки и неявку Платона в орган уголовного преследования, антикоррупционная прокуратура потребовала применить в отношении него меру пресечения в виде предварительного заключения, отметили в антикоррупционной прокуратуре. По этому делу предприниматели обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Меж тем, как отметила антикоррупционная прокуратура, 11 ноября Платона вызвали в прокуратуру для ознакомления с обвинениями по делу о ландромате. Прокуроры уточнили, что соответствующий запрос поступил со стороны правоохранительных органов России, которые обвинили Платона в организации преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций по подложным документам с компаниями-нерезидентами. Ландромат считается одной из крупнейших операций отмывания денег на территории СНГ. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год при помощи молдавских банков отмыли как минимум 22 миллиарда долларов, выведенных из России. В итоговых материалах расследования Платон выступает единственным разработчиком схемы. Напомним, в декабре 2018 Платона приговорили в Молдове к 25 годам заключение по двум делам о мошенничестве в банка деэкономии и хищениях в страховой компании Молдосиг. Он утверждал, что эти уголовные дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Плохотнюк. 15 июня 2020 Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара номер 13. Генпрокурор Стоиногла, ныне отстраненный, заявил, что дело бизнесмена была полностью сфальсифицировано. Еще в августе этого года Платона арестовали и объявили в розыск по другому делу. До этого он успел покинуть Молдову. 2 ноября прокуроры по борьбе с коррупцией позывали Платона, чтобы предъявить ему обвинение в рейдерском захвате Молдова-Аграйнбанк с деньгами из российского ландромата. Согласно пресс-релизу генпрокуратуры, расследование действий групп лиц с целью контроля Молдова-Аграйнбанк, начиная с 2011-2015 годов и управления этими учреждениями в интересах организованной преступной группы касаются фактов мошенничества, совершенных в особо крупных размерах, и отмывания денег в особо крупных размерах. В ходе расследования было установлено, что преступники, используя фальшивые документы и финансовые средства, полученные из российского ландромата, организовали регистрацию сделок против воли законных владельцев или их преемников. Это позволило им получить пакет акций Молдова-Аграйнбанк, прибывающих в 28 тысяч на общую сумму 20 миллионов лев. Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение бумаг, подозреваемые перевели украденные акции нерезидентским компаниям, реальным бенефицаром которых был Платон. В 2011-2015 подозреваемые приобрели 43,11% акций Молдова-Аграйнбанк, принадлежавших ряду компаний, в продавляющем большинстве нерезидентов, реальным бенефицаром которых стал Платон. Это позволило ему определенный период времени держать под контролем финансовое учреждение. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.